Здарова, ребят! Продолжаем рейтинги в FIFA 18 освещать для вас. Конечно, извиняюсь, что немножечко заопоздал, но главное, чтобы видос-то вышел. В прошлом году я, кстати, начал эту рубрику делать и забросил её, а сейчас я всё-таки хочу закончить. Поехали! Первый у нас в списке это PEPPER, рейтинг 88. В предыдущем видео у него был рейтинг 84 и апгрейд на плюс 4. Я когда увидел эту карточку, я просто охерел на самом деле. Знаете, вот в FIFA 16 был на лдо, такой просто вот, не с хера дали апгрейд. И PEPPER. Ну, PEPPER, конечно, да, выиграл Лигу Чемпионов. Он сумасшедше классно сыграл на Евро, но, как мне кажется, папа говорит, слишком-слишко. Вот 8,6 можно было дать, но 88, ну не знаю, как по мне, слишком много. Гонсало Игуаин, форвард Ювентуса. Второй самый дорогой, по-моему, или третий самый дорогой трансфер в истории. Перешел из Наполя в Ювентус, провел сумасшедший сезон в Наполе, побил там рекорд результативности в серии А. У него был рейтинг 84, стал 88, как по мне, абсолютно заслуженно. Именно заслуженно, потому что Гонсало действительно классный игрок. Да, вы можете шутить про бревно, 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 но на самом деле этот игрок мега супер-классный. И карточка 88, как по мне, абсолютно заслуженная. Дальше у нас Поль Пок Бабл, рейтинг 86, стал боем, стал 88. Ну, собственно говоря, самый дорогой трансфер в истории, вернулся в Манчей Тернет. Хороший сезон провел ивент, все, в очередной раз стал чемпионом. Неплохой Евро, хотя поначалу был не очень, его даже критиковали. Карточка суперская, плюс еще 5 этих киллов, прям вообще бомбезный. И, собственно говоря, апгрейд заслуженный. Дальше Антуан Гризман, рейтинг 88, был, по-моему, рейтинг 84, если я не ошибаюсь. А, по-моему, 83, начальная была, но, собственно говоря, по-моему, лучше в своей карьере провел сезон Гризман, лучший бомбардир Атлетико, играл в финале Лиги Чемпионов, играл в финале Лиги Чемпионов Европы, стал MVP Чемпионата Европы и рейтинг абсолютно заслуженный, как по мне. Тиаго Силва, был рейтинг 88, стал 89, я, если честно, не знаю, за что Тиаго апгрейднули, блин, вот он же много пропускать стал в этом сезоне из-за травм, и я не знаю, что-то, как мне кажется, не заслужил он этого апгрейда, за этой карточкой я не согласен. В принципе, вот так кратко, а про защитников что-то тяжело говорить, на самом деле. ПТЖ в очередной раз там Чемпионы Кубка Чемпионата, там Кубка Лиги всех возможных чемпионатов Франции, поэтому как-то тяжело судить про Тиаго Силва. Лука Модрич, был рейтинг 87, стал 89, просто движок, блин, всего, Реал Мадрида, движок сборной Хорватии вместе с Иваном Ракичичем, хороший, кстати, Европа провел гол, там классный, по-моему, турком забил, ну и в Реале, как всегда, был хорош, поэтому апгрейд, как по мне, заслуженный. Серхио Рамос, у него, по-моему, был рейтинг 87, стал 89 и Серхио Рамос, действительно, это, на самом деле, честно скажу, один из моих любимых игроков в футболе, именно Сережа Рамос, блин, вот, особенно его гол ворот Атлетика тогда, в финале Лига Чемпионов, заставил меня разбудить чуть ли не всю квартиру, собственно говоря, он выиграл Лигу Чемпионов, ужасно провальная евро для сборной Испании, если честно, так сказать. Но, собственно говоря, как по мне, рейтинг 89 заслуженный, плюс он еще и в Суперкубке снова забил, снова спас Реал. Красавчик. Дальше у нас Тиба Куртуа, у него был, по-моему, рейтинг 87, стал 89, и вот с этим я абсолютно не согласен, бля. Челси провел херовейший просто чемпионат, целый год был ужасным для Челси. Куртуа, блин, столько косячил, Куртуа полсезона пропустил из-за травмы, а ему дают апгрейд, ну, не знаю, если честно. Я не согласен. Месут Азил был рейтинг 88, стал 89. Сюда, по-моему, один из лучших тоже своих сезонов выдал. Дошел до полуфинала на евро. Лучший ассистент АПЛ был, то есть, как бы, рейтинг абсолютно заслуженный. И последний, это Серхио Агуэро. Естественно, лучший бомбардир Манчестер Сити, почти лучший бомбардир АПЛ, но там Джейми Варди, да-да-да. Дошел с Манчестер Сити до полуфинала Лиги Чемпионов, с Аргентиной до финала Кубка Америки, то есть, как бы, сезон у него неплохой, хоть практически ничего, кроме Кубка Лиги, он и не выиграл, но, собственно говоря, все равно сезон он провел неплохой. Продолжение следует...